Моя игра Почти сто лет назад Великий американец Джек Лондон писал в своем дневнике Человек должен жить, а не существовать Я не собираюсь тратить свои дни на то, чтобы продлить их Лучше я потрачу это время на жизнь Эти слова как нельзя точно подходят к Алексею Ковалеву Чемпиону Олимпийских игр Обладателю Кубка Стэнли Капитану сборной России И кумиру болельщиков НХР Его ценят и уважают и в Америке, и в России Не только за профессиональные качества хоккеиста А за яркую и незаурядную личность Кто он, этот мистер Кови? Играть в НХР он начал еще в прошлом веке Шел 92-й год В то время вместе с ним на лед выходили не просто звезды А легенды мирового хоккея А сегодня он и сам Русский парень из провинциального российского города Тольятти Стал кумиром публики и звездой НХР И вот уже 14 лет подряд тренировки, игры, турниры, чемпионаты, интервью, прессе, поражения и победы А начинал он свой звездный путь в НХР Выступая сначала за клуб «Рейджерс» Где он и стал обладателем Кубка Стэнли Самые высшие награды национальной хоккейной лиги Затем клуб «Питтсбург» И сегодня он форвард команды «Монреаль Канадец» Здесь он самый старший, его считают ветераном А ветерану всего каких-то 33 года И играть ему на льду еще целых 17 лет До 50 лет, говоришь, будешь играть? Позволит организм, буду... Я просто не вижу себя в ней льда Бывали такие моменты, когда тебе там, не знаю, сел и сказал Да ну, к черту, этот хоккей, все надоело, все, не могу больше Или такого никогда не бывало? Бывало, почему? То есть не можешь просто закрыться в какой-то комнате И таким образом там забыть о хоккее Вот сегодня я говорю простой пример Пожалуйста Вчера вот мы проиграли Вот Сегодня вот ты сидишь там Думаешь, ну блин, накручиваешь себя Выиграем, мы завтра не выиграем Выиграем, мы что произойдет Попадем в плей-офф, не попадем И будем дальше играть, не будем Вот Ничего сидеть, я буду сидеть там, думать Я что, пошел, лучше полетал В частном аэропорту в «Монреале» Алексея ждет личный самолет Страсть к полетам и любовь к небу появились у него давно Но не так-то просто было овладеть профессией пилота От «Монреаля» до своего дома в штате Коннектикут Он долетает за какой-то час А вот долететь к родному дому В город своего детства Удается раз в год, но чаще Воспоминание Слово для доклада «Дело Ленина живет и побеждает» Предоставлено генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу Москва, Кремль Дорогие товарищи Уважаемые зарубежные гости 24 февраля 1973 года Леонид Ильич Брежнев В очередной раз выступал перед народными избранниками стран А в это время в простой рабочей семье в городе Тольятти У мастера завода Вас Вячеслава и его жены Павлина Ковалева Родился сын Алексей Родители всегда хотели от меня, чтобы я не шлялся по дворам, по подвалам и занимался каким-то делом Отец, конечно, был штангист, он так чисто для себя занимался дзидо И всегда хотел, чтобы я каким-то видом спорта занимался, чтобы, я говорю, не бездельничал Ну и я, в принципе, был такой сам по себе человек На месте тоже не любил сидеть И много двигался во дворе, там, я не знаю, и в всякие игры играли с друзьями Может быть, так бы и бегал наш Леха по дворам, пока старшая сестра не пошла на фигурное кота Ему исполнилось уже пять лет Но очень ему понравились коньки Это скорость, пируэты Да и первые успехи на льду стал показывать Вот тогда-то и пришла в голову мысль Хочу в хоккей А потом уже, когда научился на кайках кататься, думаю, ну, почему бы мне это не попробовать Тем более у меня на улице хоккей хорошо получается с детьми играть Вот, почему бы не попробовать Ну а как тут не попробовать, когда вся великая советская страна только и жила хоккеем И так свершилось Советские хоккеисты в 16-й раз завоевали звание чемпионов мира В 19-й раз стали чемпионами Европы И на волне побед советского хоккея Шестилетний Лёха Ковалёв Впервые вышел на лёд в составе Настоящей хоккейной команды Первые тренировки, замечания тренера Всё серьёзно и всё по-взрослому И уже, буквально может месяца через два, я у меня уже пример ставил В моё катание было очень правильное Вот, и меня уже пример ставил Возстанавливали во время тренировки иногда детей И, как бы, я по кругу должен был прокатиться И что бы посмотрели на меня как было какой у меня катает, Как правильно кататься Чем больше я играл в хоккей, тем больше у меня такой характер зарождалось То есть не уступать, будь всегда лучшим Доказывать, что у меня уже катание лучше всех То есть вот хотя характер у меня он как бы остался Почему? Если катали лучше, то есть я, наверное, и в хоккей должен лучше всех играть. Быть лучше всех всегда непросто, тем более в свои 10 лет. Не заметить на льду ниугомонного юного хоккеиста было невозможно. И тренер заметил. Взял играть Леху в команду к старшим ребятам. И перспектива молодого спортсмена была многим ясна. Этот пойдет далеко. Ну что, ты хочешь сказать, что тебе так все легко давалось? Мне легко не давалось ничего, но как бы вот именно все время меня задевало вот это вот все время доказать, все время показать, что я лучше всех и как бы заставлял над собой работать. По всей необъятной стороне от Олевого до Урала проходили соревнования. Спорт в Советском Союзе был в почете. В середине июля во Львове открыл 14-е всесоюзная спартакиада школьников. А в это время на хоккейном турнире в уральском городе Северодонецк сидел на трибуне болельщиков восьмиклассник Алексей Ковалев со сломанной рукой и наблюдал за игрой своей команды. Тут-то и оказался человек из Москвы, селекционер, который искал по провинциям спортивные таланты для московского «Динамо». Шесть тысяч самых смелых и ловких, сильных и упорных стали финалистами. Вот, и он так ходил, смотрел, не осмотрел, и потом после этого момента он что-то решил со мной поговорить. Не хотел бы я попробовать поиграть в «Динамо». Вот, ну и у меня сразу 14. Так в свои 14 лет, несмотря на строгие уговоры папы и слезы мамы, Леша приезжает завоевывать столицу. Общага, учеба в школе и бесконечные тренировки. Так начиналась его самостоятельная жизнь. Супы из пакета готовил сам. Приходил в номер вечером, у меня крысы бегали по комнате, там все время под одеяло прятался вот этот вот звук у меня грызущих крыс. На самом деле это вроде такой тяжелый момент жизни, но с другой стороны это приятно, потому что ты преодолеваешь какие-то барьеры в своей жизни. В то время я одевал костюм спортивный на себя, вставал под душ и умылил под душем вот так вот, потому что иногда, когда в руках берешь, его так же мало места пропустишь. А так ты уже знаешь, что ты не можешь пропустить. Вот это хорошая идея, но ухо ты знаешь. Вроде тяжелое время, вроде как, с одной стороны, смешно, и за что я себя проклинаю, это, во-первых, не сохранить форму, которую отец сделал своими руками, когда я начал только в хоккей играть. И не было возможности тогда записать именно такие вот ситуации, как я жил, как я переехал. То есть все такие смешные моменты, плохие, но такие печальные моменты в жизни. А что самое главное сбылось? Самое главное сбылось? Я думаю, что о том, о чем я мечтал всю жизнь, это не зависеть от родителей, иметь свой дом, и как бы иметь свою семью, иметь детей. То есть как вот жили наши родители, то есть когда ты живешь, мама, папа, дети бегают вокруг. Вот такая вот другая семья. Пожалуй, только здесь он опять ощущает себя тем 14-летним пацаном, который впустился в дальнее незнакомое путешествие. В родном доме у мамы он снова послушный ищет. Прилетит вот как ясный месяц. Раз, и опять его нет. Дай бог здоровья сыну. Пусть занимается, пока силы здоровья есть. И родители бережно хранят и собирают в домашний музей его награды, дипломы, медали и газетные статьи. И на почетном месте игрушка мистер Кови номер 27. А маме часто звонишь, приходишь? Ну, может быть, раз в неделю. Все-таки, да. Такой внимательный сын. Не, ну, пытаюсь. Иногда просто, когда начинается, бывают времена, настолько устаешь, просто не хочешь ни с кем разговаривать. Вот, и у меня, особенно во время сезона, часто бывает такое, что хочется просто в одиночестве побыть, хочется ни с кем не говорить, просто вот сам по себе побыть. Даже сам с собой помолчать. Ну, очень хорошо. Поэтому я ухожу, оставляю тебя в одиночестве. А день был такой, очень непростой. Хоть и начался он с обычной тренировки, все было как всегда. Разминка, наставление тренера перед игрой. Команда Монреаля, как маленький интернациональный отряд. Здесь французы и финны, американцы и шведы, швейцарцы и трое русских богатырей. Алексей Ковалев, конечно, Илья Муровец. А это Андрей Марков, Добрынь Никитич. И самый молодой, вот он на льду, Саша Пережогин. Ну, вылитый Леша Попович. Не обижают вас ли? Да не, а сами кого хотим обидят. Я считаю, что все русские в ИХЛ, они очень дружные и стараются держаться вместе. И за счет этого, наверное, мы и выживаем здесь. И живем. Ну, скажи, я все-таки правильно считаю, что наши все-таки русские? Конечно, я русский, я скажу, что русские. Нас учили играть в хоккей и делать то, что мы умеем и любить свою профессию. Так что мы лучше. Знакомьтесь, легенда НХЛ, спортивный журналист Рэд Фишер. 51 год он ведет летопись команды Монреали. Он помнит великую пятилетку ежегодных побед команды с 1955 по 60-е годы, был свидетелем всех 17 побед за кубок Стенги. Его авторитет в НХЛ велик. Его цитируют болельщики и уважают профессиональные игроки. Что для вас, как профессионала, понятие русский хоккей, российский хоккей? Русский хоккей – великий хоккей. Многие русские хоккеисты перебрались сегодня в НХЛ. Я могу сказать, что они сделали Лигу гораздо лучше, чем она была. Они внесли огромный вклад. Без них Национальная лига не была бы такой привлекательной, какой она является теперь. Мы должны быть благодарны русским. А когда эту надежду разбили наши ребята, игроки канадской сборной отпустили тормоза. Рано или поздно это должно было случиться. Кто не помнит этот уникальный матч сборной Советского Союза и Канады, который разрушил миф о непобедимости кленового листа и перевернул все представления болельщиков о нашем хоккее? Русский хоккей. Его славные истории насчитывают уже 60 лет. О нем сложено много песен, сняты фильмы, написаны книги. И как вся наша Россия, русский хоккей возвращает свою былую славу. Ничто на земле не проходит без следа. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб тебя на земле не теряли Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит без следа. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Выходит на лёд новое поколение российских хеккеистов. Сегодня им по 10-13 лет. Может, среди них будущий Третьяк и Харламов, Фетисов и Мальцев, Ларионов и Крутов, Ковалёв и Овечкин. Кто знает, у них впереди ещё вся жизнь. В России уже хоккей другой стал. Много молодых талантных игроков. Он возвращает своё лицо, возвращает постепенно, постепенно. Но уже хоккей лучше стал. В собой законный отпуск от игр в клубе Ковалёв устраивает турне по хоккейным городам России. И в каждом городе даёт пацанам уроки мастерства. Он прилетает из одного города в другой на маленьком самолёте, где он и пилот, и командир экипажа, и радист, и даже бортинженер. Тверик, Электростарик, Воскресенск, Тольятти, Уфа, Челябинск, Магнитогорск, Санкт-Петербург. Любой гастролёр позавидовал бы такому маршруту. Мы его пригласили к нам на эфир на русское радио. И он рассказал о том, что вот у него такая замечательная идея, благотворительная акция. Я вообще очень такой импульсивный человек. И на все какие-то добрые проявления других людей всегда с радостью откликаюсь. Поэтому я подумала, ну почему мы крупнейшие радиостанции в стране не можем поддержать. Сергей, в первую очередь, вы относитесь, имеете какую-то связь с алиацией? Никакой. Никакой, ну ладно. Ладно, тогда придётся немножко трудоватым, но ничего. Вопрос такой. Что, как правило, обозначает болтанка среди пилотов? Вот. И три ответа. Первое – это напиток такой. Второе – это турбулентность. И третье – это когда общаются пилоты между собой. Всё совершенно верно. Турбулентность – это и называется болтанка среди пилотов. Совершенно верно. На завтрашний день у нас намечается подготовка к следующему пути. То есть все остальные города у нас будут проходить на самолёте. Мы его старались показать не только как хоккеиста, да, как капитана нашей сборной, но он вот, пожалуйста, самолётом управляет. Плюс там про сексафон что-то рассказал, про гольф, про ещё какие-то свои хобби, увлечения. И это действительно демонстрирует то, что он человек очень широкого круга озора и достаточно неординарный. Всё, что меня зависит, это посмотреть, насколько они хорошо катаются, насколько они хорошо владеют плюшки, показать им. То есть всё, как я готовился, как в этом возрасте, как я занимался, то есть я попробую показать. Многие не поняли, что он там задумал, может в депутаты метит, а то и того выше, что ему не сидится в своей Америке или на Багамах не отдыхается. Вроде всё есть. Контракт на несколько миллионов, популярность, слава, признание, свой дом. Чего это он? Всегда хотелось что-то сделать для, я не знаю, для, можно так сказать, для России, может быть. Те дети, которые занимаются спортом, будут это хоккей или другой виды спорта. То есть никогда бы не хотелось, чтобы ребёнок проходил через те трудности, которые проходил ты. Чтобы они посмотрели на руки, как они не открыты. Мастер-класс в родном городе Тольятти Ковалёв провёл со своим первым тренером, Владимиром Фёдоровичем, о котором он всегда вспоминает с благодарностью. И учитель с гордостью принял автограф на самое видное место. Вот так, спасибо. Мальчишкам, которые живут, ну, не в Москве, не в Петербурге, а именно в глубинках, для них это праздник, который они будут помнить не год и не два, может быть, всю жизнь. Тренировка разделена на три части. Это правильное катание, владение клюшкой и правильные броски. Я катался с детьми, я вижу, насколько у них загораются глаза, вот эти вот, что они там смотрят на тебя, прям в рот заглядывают. Но я хочу видеть вашу импровизацию, не просто таким образом, а вот попробуйте, я не знаю, вот как будто вы обыгрываете защитника один в один. Этого смысла, конечно, видишь, что им интересно, и как бы и ты заряжаешься энергией. Если кому-то удовольствие доставил, то, значит, и мне радостно. Обычное утро, обычная тренировка. А то, что вечером предстоит важный матч, от которого зависит судьба команды в турнире, не напоминало на льду ровным счетом ничего. Тебе вообще снялся перед игрой какие-то сны? Есть какая-то сон, которая постоянно тебя преследует? Да нет, а я вообще редко снеснялся. Мне, может быть, раз в месяц приснится сон. Иногда хочется, чтобы с ней приснится какие-нибудь для разнообразия. Ну, у тебя уже нет такого состояния? Я перед игрой, как-то молодых регатов, какой-то мандраж, дерганя. Да нет. Я на игры все настраиваюсь уже, как, даже не настраиваюсь, а как на тренировку идут. Просто обычный рабочий день. Ну да. Еще один день. Да. Только, конечно, чтобы успешно заканчиваться. Монреаль замирает. Болельщики собираются на матч. Любая игра любимой команды – это событие в горе. В это время редко встречаются машины и пешеходы. Все монреальцы или на стадионе, или в своих домах и квартирах у телевизора. Или в популярных здесь патрах. За кружкой свежего пива можно от души поболеть за любимую команду. Выпить за каждую забитую шайбу или с горя за пропущенную. Ну, совсем как у нас в России. Был бы повод, а выпить найдется. Ну что же, Алексей Вячеславович, все-таки профессия-то у вас тяжелая, судя по вчерашнему матчу. Судя по моему виду. Судя по твоему виду, да. Ты никогда не пытался вести счет своим травмам? Да нет. Когда начнешь думать о травмах, больше их появится. Поэтому пытаюсь никогда не думать о травмах. Так и не считать их. За свою спортивную карьеру Ковалев перенес пять сложнейших операций на колено, на нос, бесконечные травмы. Да что там говорить. Хоккеистый народ горячий. Такие стычки и драки стали давно привычным атрибутом всех игр. Прямо не хоккей, а гладиаторские бои. Мне казалось, что тебя вывести из себя просто невозможно. Не, ну бывает, когда я все время такой сторонник, когда люди уже слишком наглеют. И еще судьи не, как бы, этого прощают. Приходится давать людям понять, что, ну, или ты будешь продолжать это делать, и в конце концов получишь. И получили все поровну. У одного глаз и удаление, а у Ковалева бровь. Он ушел с поля, зашил бровь, вернулся через семь минут, вышел на поле и забил главную шайбу ворота противника. Субтитры сделал DimaTorzok. Когда я смотрю за игрой Ковалева, я вижу человека, у которого громадный талант. Я видел русских звезд и до этого, но что немного меня смущает в игре Ковалева, что обладает таким талантом, он не так продуктивен, как могло бы быть. Я хочу сказать, он является тем, что мы называем загадкой. Если мне давали играть так, как они говорят, что ты такой важный игрок, что ты, там, вообще, на тебя одна надежда, так дайте мне тогда эту возможность, покажите, что вы на самом деле на меня надеетесь. С лавки-то я же ничего не могу сделать. Сидеть на лавке и смотреть. Но великие игроки и действительно великие хоккеисты, каким он является, забивают голы независимо от того, какая система в команде и что навязывает тренер. Его споры, доходящие до скандалов с тренерами команд, известны всему журналистскому миру. Стены этой нарядной раздевалки с экипировкой игроков и фотографиями хоккеистов слышали не раз настоящую отборную русскую речь из уст ольятинского парня. Говорят, содрогались в хоккейные шлемы и, забившись в угол, позвякивали коньки. Когда меня сюда продали, было с тренером такая. Он все время мне что-то говорил. Делай так, делай так, делай так. Я ему говорю, вот я так и так. Я могу это, могу то. Он вроде выслушает, а делает все равно по-своему. Начали плей-оффы играть, проиграли 3-0. Он там начал говорить, что типа, вот, ну скажи мне, что на самом деле тебе нужно. Я ему объясняю опять то же самое. Он говорит, понимаете, вот то, то и то. Он сделал так, как я ему сказал, и все, мы выиграли. Вот такой он, суров, но справедлив, неугомонный наш мистер Кови, как прозвали его болельщики НХЛ. А если говорить серьезно, то опытный и профессиональный игрок Алексей Ковалев забивает за сезон по 30, а то и по 40 и более шайб. А выход его на лес сопровождается ревом болельщиков. Кови, Кови, Кови. На счету у Алексея Ковалева почти тысячи матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Поэтому так и популярна майка с номером 27 и фамилией Ковалева. Попасть в Национальную хоккейную лигу ни тогда, 14 лет назад, ни сегодня, ни просто. Здесь лучшие из лучших. За игрой молодого игрока Алексея Ковалевого России следили спецслужбы НХЛ. Менеджеры, аналитики, тренеры и хозяева клубов. Интересовались. Они всегда интересуются, тем более талантливее, как Алексей. В общем, такой амбициозный парень с фамилией, техникой. Сам Влада-то такая неповторимость, так скажем. Она многих привлекала. Вячеслав Фетисов, легенда спортивного мира. Он один из первых хоккеистов России, который начал играть в НХЛ за клуб Нью-Джерси еще в 1989 году. Дважды Фетисов был обладателем Кубка Стэнли. Но первым российским игроком, впервые завоевавшим эту самую престижную хоккейную награду, был все же Алексей Ковалев, играющий в то время за клуб Рейджерс. Так Америка и турниры НХЛ познакомили двух замечательных хоккеистов разного поколения. — Где братья хоккеистов? — Ну, вот единственный только. — Пока. — Олег Свердловский. — А где? В какой габарнике? — Осторожнее. — Ну что вы, е-мое! — Вот так 2 сентября 2005 года с друзьями и коллегами обмылись завершение отпуска, а вернее сказать, рабочего путешествия. А до отлета в Америку всего несколько часов. — Я думаю, что Алексей запомнился как игрок один из молодых лидеров той команды, которая, в общем, выиграла первый кубок за 50 с лишним лет для Нью-Йорка. И там не забывает это фомнил. Галерея героев известного телеведущего Кирилла Набутова очень обширна. Но личность Алексея Ковалева заняла в ней особое место. — Он на самом деле не прост, безусловный, с очень своеобразным и богатым внутренним содержанием человек. Но вот ничего наносного, которое привносит на человеку слава, публичность, когда он же думает, как бы мне встать под камеру, как посмотреть, как давать. И вот этого в нем нет, это очень привлекает, конечно. — Да. — Да. — Я посредел уже пару песен. — Это человек, несмотря на то, что он уже взрослый, и видевший жизнь, и, так сказать, добившийся, состоявшийся, богатый, но как бы не уставший. Вот ему интересно. И вот он искренне увлекается. Вот ему интересен этот инструмент, саксофон. И вот он забывает о том, что он Ковалев, что звезда, что надо себя нести, что как это так. И вот он капитан, вот он человек, который без слов пойдет вперед, там, в атаку. Без слов, он не будет даже взять за мной. — Здравствуйте. — Какие практики? — В Киеве, браво! — Убедемо сейчас. — Здравствуйте. — В Киеве, браво! — Спасибо большое. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Коак rivers — Здравствуйте. Нам необходимы такие герои, мне кажется, должны быть герои, которые правильные, которых надо показать не кого-то, кто там сидел и его разыскивают, а людей, на которых надо брать пример молодежи, чтобы они видели, что человек, если он спортсмен, то ему интересна и авиация, ему интересна музыка, ему интересны дети, ему интересна, так сказать, правильная семейная жизнь. А здесь, в оплеклубе, когда Леша сел за рояль и начал так двумя пальцами аккомпанемент подбирать, вот такую мелодию, а Бутни начал импровизировать, ему было очень приятно и душевно, какое-то слияние души. Ну, а с женой ты точно тебе повезло. Ну да, ну такой человек, который на самом деле может все сказать именно так, как на самом деле есть. Да, никогда от себя этого не ожидала, что я буду профи в хоккее, потому что до встречи с Лешей я хоккей вообще никогда не смотрела. Тут самый настоящий болельщик, который может тебе всю правду сказать, как на самом деле ты хорошо играл, были и ссоры, и споры по поводу этого, там, считал, что она не права, там, она считала, что я не прав. Он прислушивается сейчас, потому что он чувствует, что я разбираюсь, я хожу на все игры хоккейные, вот, я уже, мне кажется, я что-то понимаю в хоккее, психологию понимаю и игроков, и тренеров. То есть она считает, что в чем-то я не прав был, я буду ей доказывать, что я прав был, прав был. Конечно, ему, а кому нравится, когда его критикуют? Никому не нравится. Я думаю, что он принимает к сведению, к критику, но я думаю, что он не нравится, когда его критикуют. Был, а сама у головы откладывается, и все равно начинает тебя задевать, и вот ждешь следующей игры, вот, надо исправить, надо исправить. Это же родной человек, которому хочется, ну, сделать хорошо, принести какую-то пользу, и иногда нету смысла просто вот тут лестить, там, его хвалить, нахваливать. Здесь большой эффект, здесь перестройка как основа, как только возведут объект, так перестраивают снова. Страна входила в новую эпоху, а вместе с ней и Алексей Ковалев в новую жизнь, счастливый и влюбленный. Ему 16 он играл в хоккей, ей 15 она играла в теннис, познакомились на теннисном корте, ну, а как иначе, настоящий спортивный дуэт. Как-то все плавно произошло, и, по-моему, мы бы не ожидали, что, как бы, будем вместе. Ну, наверное, была любовь с первого взгляда, но не какая-то такая, прям, сумасшедшая, сумасшедшая, просто постепенно. Постепенно, постепенно, что-то, там, я не знаю, там, на день рождения к себе пригласил, мы, там, с друзьями пришли, потом как-то позвонил ей домой, там, начал звонить, ну, один раз позвонил, два раза позвонил, и так потихоньку, потихоньку, и начали встречаться. Он звонил, он провожал меня до дома, он иногда возвращался в гостиницу, в общежитие, когда метро был закрыт, ему приходилось, там, пешком идти. Я его очень уважала за то, что он, он был очень дисциплинированный, он очень был такой целеустремленный, и, в общем, я была поражена тем, что он жил один, на этом, в общежитии. И ему нельзя было сказать, что мальчик живет один. Он всегда был такой чистенький, ухоженный, сытый, обутый, аккуратный, но это его заслуга, он просто по жизни очень дисциплинированный человек. КОНЕЦ Вот ты счастливый человек, ты считаешь, что тебе повезло, или ты все-таки вот это везение выцарапал каким-то огромным трудом и колоссальной, там, своей выдержкой и какими-то личностными качествами? Ну, иногда ты тоже сидишь вот так, задумываешься, вот какая-нибудь неудачная игра или неудачный турнир, вот например, на Олимпиаде, там, неудачно мы выступили. КОНЕЦ Олимпиада в Турине. Год 2006. Все мы, затаив дыхание, ждали матча нашей команды. Все мы верили в победу нашей сборной. Вот они, наши ребята. И вот он, капитан сборной России Алексей Ковалев. Да нет, команда как раз нормально играла, в том-то дело, что тактики тренерской не хватило правильно выпускать звенья. Просто нас переиграли. Он доверил этого Михайлова, другому тренеру, помощнику с канадцами вести игру. Ему выиграли 2-0, то есть он правильно игру вел. А с этими сферами он сам решил вести игру. Тренеры его переиграли в других командах тактически. Первые победы. Восторг, радость. Уже мы все поверили в возрождение русского хоккея, но, увы, рано. Победы сменились поражениями, а, впрочем, не будем о грустном. У нас еще все впереди. Жизнь спортсмена похожа на размышления и терзания датского принца Гамлета. Быть или не быть, вот в чем вопрос. И здесь проиграешь, и там проиграешь. Вот буквально чуть-чуть не хватило, там, и постоянно вот мне не везет. Я не знаю, может быть, я по жизни такой человек, а себе, как бы, насколько бы я хорошо бы не играл, я все время больше себя, требую себя большего. Ты проиграл, и ты остаешься чем-то недоволен, и постоянно вот это вот накручиваешь, накручиваешь, а потом так сядешь, вернешься обратно. И подумаешь, так, а на самом деле, в принципе, не так уж и все в жизни плохо было. В принципе, выиграл здесь, выиграл там. И смотрит русский парень Алексей Ковалев с огромного счета на своих монреальских болельщиков у парадного входа в стадион Санкт-Петербелл. И на лице его уверенность, бойца, сосредоточенность, и какие там вопросы. Да и разве поверят сотни восторженных болельщиков Ковалева вопрос быть или не быть. Для них только быть, шайбом любимого кумира, быть новым победом своей команды. И они с восторгом и страстью встречают каждый его выход на лет. И это понятно. Ведь то, что творит на поле Ковалев, на самом деле ставит на уши весь Монреаль. Про это ходят легенды среди его множества фанатов. Люди в России должны гордиться этим игроком. Его выход на лед вызывает взрыв эмоций. И именно из этого состоит хоккей. А если этого нет, все бессмысленно. Это не игра. Но этот парень завораживает болельщиков своим хоккеем. Проезжая с Алексеем по городу, невольно думаешь. А ведь нелегко стать здесь своим. Да еще кумиром болельщиков команды, которая 24 раза была обладателем Кубка Стэнли. Здесь хоккей как религия. И у болельщиков нет возраста. Вот они, юные фанаты. А вот этот Карапутцовский во рту вообще приехал из другого города болеть за соперников Монреаля. Хоккею все возрасты покорны. В ожидании своих кумиров они готовы потерять несколько часов, только бы получить автограф или сняться на память. Для них это реликвия на всю жизнь. Какая разница. Я простой человек. Я такой же, как и все остальные. Вот ходит по кругу. Мне как-то, понимаете, мне все равно, кто я и что я. Для меня важно это, что будет завтра, а не что было два дня назад. Мы возвращались с Алексеем домой по узким улицам Монреаля. По дороге он показывал город, как опытный гид. Водители улыбались нам вслед, узнавая своего кумира. И, честно говоря, было приятно за Алексея и за всех наших ребят в НХЛ. Ведь благодаря им сегодня для многих иностранцев понятие русский ассоциируется с силой, талантом и восхищением. Как бы пафосно это для кого-то не звучало. Какое сознание, он в папу. Это маленький, младший Ванечка, да? Этот в папу, а Никита в маму. Да, мне кажется, что внешне они наоборот. Как бы Ваня похож на меня, Никита похож на папу. А по характеру все наоборот. Никита похож на меня, а Ваня на папу. Похожий на сына Ваньку, папа Леша возвращается домой с подарками. Два года назад родился его второй сын. Ваню! Как раз в этот день у нас игра, а мне Женя звонит утром в 7 утра. И она говорит, что Ваня родился. У меня паника, я не знаю, что мне делать. Вот она говорит, ничего, не переживай, все нормально у нас. Это, оставайся играть. Это была игра с командой Бостона за выход в плей-офф. Раз в ту игру мы выиграли, я забил победный гол. Болельщики так и не узнали, что победная шайба посвящалась рождению его банки. Ивану Алексеевичу заболел. Наблюдать за Алексеем, играющим с сыновьями, забавно. Он и сам больше похож на ребенка. Не поймешь даже, кому эти игрушки нужнее. Хотел бы, чтобы они посвятились о хоккее. Пусть они выберут сами то, что они хотят. Я сам себе в жизни выбирал. А дети сами выберут свой путь? Я думаю, да. Буду ставить на кайки, там будут тренировки приходить, или там буду кататься с ним, заниматься. Женя будет, так как она теннисистка, она будет в теннис играть летом. Ну, а там уже сами все равно выберут. Ну, если я говорил, что я до 50 буду играть, я думаю, что еще успею свои днис играть. Тебе исполнилось 33 года, да? Ты скажешь, я даже забываю иногда. Вот проходит пармейский, даже забываешь, 32 тебе или 33. Не думал ни о возрасте никогда. Нужно, как бы, немножко о возрасте забыть и жить. Чем больше ты в жизни сделаешь, тем дольше будет жизнь тебе, я думаю, так. Два года Ваньке отмечали небольшой компанией под русские песни. Праздники в семье Ковалевых любят, только, к сожалению, не так часто бывают. Сезон игр заканчивается, впереди долгожданный отпуск, который, как и всегда, для Алексея Ковалева станет работой над новыми проектами. Отдыхать он не привык планов на будущее громадье и турнир по хоккею среди юниоров в Москве, и чемпионат по гольфу, да и всего не перечислить. Мистер Клове – человек неугомонный. В жизни все хочется, ну, все интересное, все хочется узнать, все хочется попробовать. И именно живя такой жизнью, может быть, такой вот все время, и не замечаешь даже свою усталость. Субтитры подогнал «АkSing»